Девушки отдыхают Восемнадцатого На нём, кстати, никакого нового контента Поэтому ждём восемнадцатый уровень Вот на нём-то я разгуляюсь Я смогу получить то, о чём мечтает любой подросток Я смогу получить свободный доступ К Тинькофф Инвестициям Вы чё, думали я буду алкоголь и сигареты покупать? Не, я эту хуйню не промышляю Сегреты в начале видео и то про фотошопленное Стоп А про что вообще это видео? Ааа, вспомнил Это видео о покупке А самое большое о покупке в моей жизни После которой я стал броком В смысле нищим Пора переставать слушать мэлонов Это видео о моей новой камере И начну его со слов Которые вы точно не ожидали Мне нравится снимать Неожиданно, пиздец Кто бы мог вообще подумать? Понял я это ещё в детстве Когда в третьем классе у меня наконец-то появился нормальный телефон В виде третьего айфона И я охуел Ибо первые два класса отгонял снопочными телефонами Спектр применения которых ограничивался Вариантами позвонить маме и кинуть им в одноклассника С тех пор я начал пытаться фотографировать И это даже не выглядел как полная хуйня Ну, по крайней мере по меркам 13-летнего чела с пятым айфоном вместо зеркалки Ну и соответственно всю свою жизнь я фоткал на телефон Ввиду отсутствия других альтернатив Но в один прекрасный день Летом 2021 года мне выпал шанс на халяву залутать фотик Господи, хоть бы Санька, хоть бы Санька, хоть бы Санька Блять Никон Д-90 Ну, хоть что-то Вообще, с Никоном было прикольно Несмотря на то, что этому пожилому старцу уже 13 лет Он всё равно может выдавать крутые снимки Правда, о видео так не скажешь А всем привет, у нас с вами Савиал Локи, да Сегодня у нас обзор мой чайник Чайник, заебись, красный, правда Чайник, да Скотч И да, я совершенно точно не пытался разобраться Своего настроек в несколько месяцев Я считал этот фотоаппарат идеальным За исключением того, что каждый снимок на него это лотерея Ибо изменения экспозиции, выдержки, светочувствительности и так далее Вообще не отражаются видоискатели И результат своих изменений настроек Ты увидишь только после того, как сделаешь фото И зачастую это превращалось в... Так, ща, ща, погоди нас, ща Блять, разматывайся, ща, ща Ща тут темно как-то, ща О, вроде... А, блять, ща, птичь, ща Как вы видите, мне нравятся фотки людей А чего так? А херу знает, я задумаюсь об этом иногда Но к ответу так и не пришел Да и хер с ним Но, несмотря на всю мою любовь к фотографии Все же моя душа лежит к съемке видео Но... Вы видели, какое видео он снимает? Какого качества? Какого потрясающего качества он снимает видео? А потому мне нужна была новая камера Камера выбирал полгода Мог часами смотреть обзоры разных камер, объективов Смотрел видосы по теории и так далее Но каждый раз приходил к тому, что идеального варианта попросту не существует Хотя... В жизни, в принципе, не бывает ничего идеального В итоге, мой выбор пал на Fujifilm X-T3 Но так как у меня все время не было денег Купить его смог только в мае, по завершению учебы Брал его с авито Ибо после 24 февраля Цены на технику на жопной тяге улетели на Марс Купил я его в следующей комплектации Сама тушка с объективом Fujifilm 1680 Диафрагма F4 Два аккумулятора Карта памяти на 64 гигабайта Вспышка и зарядник для аккумуляторов В тот же день, дополнительно купил он до фильтра на три стопы И вот такой вот маленький миленький светильничек Итого, обошлось мне все это в 105 тысяч рублей А что по возможностям? Ну, еду он вам не приготовит Да и хентай на нем не посмотреть Но кое-чем похвастаться он все-таки может Запись видео 4G60 в квест, в котором он даунскеле 6К 10 бит в кодеке H265 и 8 бит в кодеке H264 Запись на 400 мегабит в секунду 4.2.0 на SD-карту 4.2.2 на внешний рекордер На который денег у меня нет Да и нахер он мне, собственно, нужен Характеристики фото? Ну, пизда-то Вот вам несколько фото для того, чтобы, ну, вы поняли, как он снимает А теперь время в скучном отчасти, о которой никто не просил И бы вряд ли вы поняли хоть что-то из вышеперечисленных характеристик 8 бит, 10 бит Это вообще что? Вспомним уроки информатики Хотя не надо В пизду информатику Я не хочу становиться научпоп-контентом Смотри, у нас есть два изображения Слева 8 бит, справа 10 бит Видишь разницу? И я не вижу Потому что эти изображения сделаны в нормальных условиях Но если мы попытаемся выкрутить цветокоры так же сильно, как выкручивают соски в российских тюрьмах То разница уже становится заметна Слева пиздец Короче говоря, битный цвет это его глубина 8 бит отражает 16 миллионов цветов 10 бит в свою очередь уже целый 1 миллиард цветов 12 же бит отражает примерно Иди нахуй, размечтался нахуя тебе 12 бит, блять FPS First Person Shooter Шутер от первого лица Думаю, комментарии излишни 422 420 148 Это ещё что за шифры? А это у нас световая субдискретизация Стоп, стоп Какая ещё дискриминация? Социальная Так вот, цветовая дискриминация Это сжатие цвета Позволяющее изображению весе меньше Дабы понизить необходимую для работы пропускную способность кабеля Или же, другими словами Элита смотрит 360p В общем, посмотрите на эту картинку И вы поймёте, что такое цветовая спецоперация Логарифмический профиль Я всегда всем сердцем ненавидел математику Точнее, абстрактное её применение И математика, да, она может быть красивой Она может быть полезной Но вот та математика, в коем виде её пропадает в школе Это полный пиздец И вот одна из тем алгебр, которые я не любил Хотя, я не любил все темы Были логарифмы И когда я услышал о неком логарифмическом профиле Мне стало страшно Но всё оказалось гораздо лучше Математика здесь вообще ни при чём Так что же такое логарифмический говоль? Отвечаю Логарифмический соболь Это кривая гамма характеристик, которая была оптимизированной Существом на... Ну, картинку надо делать серым, блять, ещё контрастность понижать сильно Из этой каши потом можно очень круто витягивать цвета Тем самым придавая гибкости цветокуру 400 мегабит секунду Ну, это максимальная скорость записи Думаю, тут всё понятно А теперь представьте, какого качества можно получать кадры Совмести все эти настойки вместе Представили? Так вот Забудьте Бывателю будет поху Какие там биты Какие цветовые профили И всё прочее Если в кадре голый мужик обмазывается маслом Ему и в 360 пи будет на это смотреть заебись А если безроннее То по максимуму Используй все возможности Любой камеры не из бюджетного сегмента Сможет только профессионал Коим я, к своему сожалению, не являюсь Я до фуджа вообще видео на айфон снимал На котором всё, что ты можешь сделать Это понизить или повысить экспозицию А итоговая картинка жмит, как мои бухи соседи в три ночи Ибо телефон выкручивает из зоб просто в потолок А программа, позволяющая в ручном режиме управлять этими настройками Стоит денег А мы такие люди экономные, шики ли бережон А теперь Дабы быть самым объективным и подкупным Я должен перечислить недостатки И лично для меня их три Во-первых, отсутствие матричной стабилизации Которая, кстати, есть в уже фильме X4 Единственная стабилизация, которая здесь есть Это оптическая на объективе На статических кадрах она отрабатывает, конечно, прекрасно Но стоит вам начать двигаться И картинка тут же превращается в мир глазами человека с хроническим тремором Поэтому я буду копить на стабилизатор Чтобы снимать сочные клипы провинциальным рэперам с нулемя С нуле... с ну... Ну, короче, у них нет прослушиваний Если вы немного прошарены в монтаже, чувак Вы можете сказать мне Бро, почему бы тебе не стабилизировать изображение на посте? Вот только электронная стабилизация в 90% случаев превращает изображение в желе А я желе не люблю Второй минус Кроп-фактор 1.5 Если вкратце, кроп-фактор это коэффициент уменьшения поля обзора матрицы Вот, например, кадр с фулл-фреймом матрицы Который, собственно, имеет кроп-фактор 1.0 А вот как будут выглядеть эти же кадры, но с кропом 1.5 Я люблю портретную съёмку И с этой точки зрения кроп-фактор никак не мешает Даже делает жизнь удобнее Но вот широкоугольное изображение с таким кропом не добиться никак И это обидно В конце я могу сказать только три вещи Самые лучшие стримы на Twitch-канале по ссылке в описании Самый неинтересный щит-пост в Telegram-канале по ссылке в описании Самая лучшая возможность вложить свои финансовые средства По ссылке в описании Всем добра и позитива! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!